Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, сыгранный между мастерами спорта Матвеем Недбайло и Александром Ширяевым. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что Саша Ширяев является одним из самых молодых спортсменов России, то есть он самый молодой мастер спорта России. Данный микроматч был сыгран на первенстве России среди молодежи до 27 лет. Играли так называемые молниеносные партии, то есть Блиц. Три минуты на партию плюс две секунды на ход каждому из соперников. Причем в первой и во второй партии Саша Ширяев имел выигрыш. Но, так скажем, в первой партии он выпустил Матвея, партия закончилась ничью. А во второй партии уже Матвей обострил позицию и Саша не справился. Так скажем, где-то ошибся и в итоге проиграл партию. Хотя у него была позиция выигранная. Но давайте рассмотрим обе партии. На первенстве России среди молодежи применялась жеребьевка дебюта, так называемая летающая шашка. Белая шашка А3 летит на А5. Черная шашка Б6 летит на А3. Первую партию Саша Ширяев играл белыми. Он пошел СД4, логичный ход. Здесь можно было в принципе ЕФЕ5, ЕФЖ5 черным играть. Но Матвей Нидбайло решил, так скажем, создать ударный кулак на своем левом фланге и получить какую-то контр-игру. Потому что у белых позиция тут, конечно, приятнее. Он сыграл ДЕ5 и после того, как Саша Ширяев закрылся, он провел вот такой разменный маневр. ЕФ4, СБ6. Побили, побили. Побили, побили на Ф4. Ну давайте оценим позицию. У черных позиция, ну можно сказать, без слабости. И шашка на А8, конечно, слабость. Но она, так скажем, стоит в ударном кулаке. У белых может застрять шашка на поле А1. Тем не менее, у белых центр. Но шашки черных на Ф4 и А3 стоят довольно-таки удачно. И, так скажем, мешают игре белых. Так, Саша Ширяев ответил АБ2. Логичный ход. Не давая размена в центр из-за того, что черные проиграют шашку. Поэтому Матвей Недбайло тут ответил ДЦ7. Здесь было два варианта. Первый вариант выглядит логичным. То есть, три нападения на шашку черных. И затем, после того, как черные отыграют шашку, позиция становится равной. И второй был вариант ходом ДЦ5. Он смотрится неказистым. Но, тем не менее, там был ключ к победе. Но давайте рассмотрим саму партию. Саша Ширяев ответил ФЖ3. Пытается ослабить фланг черных. Вот этот ударный кулак. ЖФ2, ФЕ7. Еще раз напал. Разменялись. ЕФ2. Черным надо меняться уже. Иначе шашка проигрывается. И белые нападают на шашку. Но черные ее тут же отыгрывают. Надо отдавать, иначе плохо. Саша Ширяев тут ответил. ФЖ3. Позиция равная стала уже. Обратите внимание. Из-за того, что шашка убил их на поле Б2. А допустим, не на Ф2. Позиция равная. СД6. СД4. АБ6. БЦ3. ЖФ6. ЖФ4. Ну, абсолютно равная позиция. Тут еще, по-моему, последовало. БА5. ДЕ3. Разменялись. СД2. Так. ФЖ5. ФЕ5. ЦБ6. ЕД6. Ну, и после размена соперники заключили мир. Тем не менее, Саша Ширяев в первой партии мог победить. Давайте рассмотрим этот интересный вариант. Мне его удалось найти с помощью компьютерной программы ТОШа. Всем рекомендую использовать компьютерные программы при анализе партии. То есть, в этой позиции вместо ФЖ3 белым надо играть ДЦ5. Теперь у черных есть два продолжения. ЖФ6 и ФЕ5. Ну, в принципе, ЖФ6 не смотрится, потому что белые выйдут на Д4 и будут потом постоянно грозить выиграть эту шашку. Там, в принципе, у черных также проиграно. Я не буду рассматривать эти варианты. Думаю, вы их найдете сами. Позиция белых там с явным преимуществом. Но вот ход ФЕ5 смотрится довольно-таки логичным за черных. И даже позиция выглядит приятнее. Тем не менее, белые резким ходом ЦБ4 перехватывают преимущество и выигрывают. То есть, они грозят ходом ЦД6 пройти в дамки. Черным надо либо нападать ЦБ6, либо закрываться ЦД6, либо меняться ЕД6. Давайте рассмотрим все три варианта. Если черные играют ЦБ6, то белые проводят разгромную комбинацию. И затем проходят в дамки и выигрывают. То есть, ход ЦБ6 в данной позиции невозможен. То есть, в этой позиции ЦБ6 играть нельзя. Как же играть черным? Если они играют ЦД6, то белые делают второй неожиданный ход. БЦ3. Конечно, без программы такие ходы, особенно в Блице, найти, я думаю... Ну, в Блице точно невозможно. Если в классической партии, я думаю, может быть. Ходы смотрятся какими-то корявыми. Но, тем не менее, это сильнейшие ходы. И с помощью них белые побеждают. Обратите внимание, что если черные играют ЦБ6, то белые уже в этой позиции проводят опять комбинацию. Отдают шашку. Еще две. Ну и после всех разменов позиция, конечно, легко выиграна за белых. То есть, как играть черным? Черным вместо ЖФ6 надо закрываться в этой позиции ходом ЖФ6. Единственный ход. Но после того, как белые играют ФЖ3, они грозят подорвать пункт Е5 ходом ЦД4 и выиграть партию. Ну, допустим, АЖ7. Отдали две шашки. Ну и белые проходят в дамки и легко побеждают эту партию. Тут никаких вопросов нет. Давайте рассмотрим последний вариант, который мы еще не рассмотрели. Как могли сыграть черные. У черных был размер ЕД6. Вроде бы кажется, что они уравняли позицию даже. В центре стоят. Но белые неожиданным маневром БЦ5 и БЦ3 выигрывают. То есть, у черных на данный момент лишняя шашка, очередь хода. Но это не спасает их от поражения. В принципе, в этой позиции есть два логичных продолжения. Ой, прошу прощения, этой шашки нет. Еще раз. То есть, вот такая позиция. Разменялись, отдали шашку и напали. То есть, два продолжения. Либо СД6, либо АБ6. Ну, ЖФ6 все ведет к тому же. Давайте рассмотрим оба продолжения. Если АБ6, то побили шашку. И видите, у черных постоянно нет хода БЦ5 из-за ЦБ2. Побили две. И белые побьют три с выигрышем. То есть, такого хода нет. А как играть остается? Допустим, ЖФ6. Тогда точный ход ДЦ3. То есть, опять БЦ5 нету из-за ЦБ2 и ЕД2. Остается играть АЖ7. Тогда ЕД2. Сохраняется эта угроза. То есть, ФЖ5 тоже нельзя из-за ЦБ2. Побили на АЖ8. Остается играть ЖА6. Ну и белые нападением вот таким связывают фланг черных. Теперь у черных есть два продолжения. Можно играть БЦ5. Можно размениваться. Давайте рассмотрим сперва БЦ5. Если черные играют БЦ5, то белые ходом ФЖ3 связывают уже левый фланг черных. Там связывали правый, тут левый. Как играть? Ну, если СД6 играть, то просто ЖС4. Ну и тут все очень быстро заканчивается. То есть, черным надо жертвовать шашку. Не пытаться пройти в дамки. Но белые тут сами жертвуют шашку. И идут в дамки. Ну, отходить надо. Если черные дадут еще одну шашку, то там никаких шансов на ничью нет. ДЕ3. ХЖ3. Белые тут нападают. Ну и после того, как черные отойдут, белые жертвуют одну шашку, бьют две и легко выигрывают. То есть, ходов у черных тут нет. Как еще можно было сыграть черным? Был еще размен. То есть, в этой позиции вместо хода БЦ5 и ФЖ3, да, можно было разменяться назад. Теперь белые опять играют ФЖ3. И черным опять надо жертвовать шашку, уходить в безнадежное окончание. То есть, если они будут играть как-нибудь БЦ7, то просто связали фланг черных и оппозиция в пользу белых. Тут шансов у черных нет от слова совсем. То есть, надо жертвовать шашку в этой позиции. Пытаться прорваться в дамки. Белые опять жертвуют шашку. И ставят дамку на поле Ф8, допустим. Ну, черные пытаются прорваться в дамки. Белые им мешают. Так, ну, как играть тут, в принципе. Допустим, черные играют ЕФ4. Белые играют СД4. ФЖ3. ДЕ5. Б7. ЕД6. Черные жертвуют шашку. Еще одну. И ставят дамку. Как видите, поймать белые их не в состоянии. Но в этом эндшпиле белые побеждают. То есть, они играют ДЦ3. ЖФ2 играть надо. Ну, и после СД4 поставили дамку. То есть, такого хода нет. Из АБ8 надо ставить дамку. Черные попадаются. Теряют свою дамку. И это окончание выиграно. Так называемая проводка С1. Кто не знает, как выигрывать в этом окончании, подсказочку оставлю вот в этом видео. То есть, окончание тут безнадежное. Как еще можно было сыграть вот в этой позиции, возникшей? Черным. Такая позиция. Значит, разменялись. Отдали. Напали. Черные могли еще вместо АБ6 сыграть СД6. Побили. Ну, как играть черным? Теперь есть несколько вариантов. Либо играть ЖФ6, либо играть ДЦ5. Давайте рассмотрим первый вариант. Если, допустим, черный играет ДЦ5. Как играть белым? Если черный играет ДЦ5, то после нападения ФЕ3 надо закрываться. Белый играет ЕФ2. Ну, и черным просто некуда прилично пойти. То есть, на АЖ7 ударчик. На это шашка выигрывается. На это тоже шашка выигрывается. То есть, это проигранная позиция. То есть, как играть надо было. Остается ход ЖФ6 только. Теперь белые играют ФЖ3. То есть, как играть черным. Допустим. Так, прошу прощения. Не ФЖ3. ДЦ3 точный ход. То есть, как играть черным. Ну, если, допустим, ДЦ5, А5, то тогда уже играем ЕД2. То есть, и такого нападения нет из-за жертвы. Проводим ударчик с выигрышем. То есть, а как играть тогда? Допустим, АЖ7. Также уже ЕД2. То есть, этот ударчик все еще стоит. А как играть черным остается? Ну, допустим, ФЖ5 уже тоже нельзя. Из-за ЦБ2. АЖ6. Тогда напали. Допустим, закрылись. Ну, еще раз, допустим, напали. Ну, и тут просто ходить некуда. То есть, позиция выигранная. Абсолютно. Конечно, черные могли в этой позиции еще по-другому сыграть. То есть, СД6 побили. ЖФ6. Тогда уже играем в этой позиции. Опять ДЦ3. То есть, если так играем, то ЕД2 уже опять все сводится. Предыдущим рассмотренным вариантом. А если АЖ7, то играем ЕД2. То есть, не давая такого хода из-за ЦБ2. Ну, и если так, допустим, то ФЖ3 связываем. И вот после этого уже просто тоже ходить некуда. Если так, прошли в дамки. То есть, а как играть остается? Ну, допустим, если опять так, то напали. Закрываться надо. Отдали шашку. Вторую. Прошли в дамки. То есть, это все ведет к поражению. Тут у черных лучший вариант. Это пожертвовать шашку побили. И сыграть ЕФ4. Тогда черные, белые играют СД4. Разменялись. ДЦ3. ФЕ5. Ну, и тут проще всего, наверное, пожертвовать сюда шашку. И так. Прошу прощения. Наверное, лучше сюда пожертвовать и напасть. То есть, так отходить нельзя. Потому что белые пройдут в дамки. Ну, и не дадут черным самим пройти в дамки. То есть, тут лучше черным пожертвовать шашку. Ну, и допустим, они пойдут в дамки. Белые уже тоже проходят в дамки. Ну, и как бы черные тут не играли, возникает выигранное окончание. То есть, если они сразу идут в дамки, то обрезали. Белые проводят вторую дамку. И это окончание, конечно, легко выигрывается. Тут во всех вариантах. Может, я это сами уже разобрать более подробно. То есть, друзья, мы доказали с вами, что в первой партии Саша Ширяев мог победить. Давайте теперь рассмотрим вторую партию между этими соперниками. Во второй партии Матвей Индбайло уже сыграл по-другому. Отошел от вариантов партии. Он сыграл же Ф4. Так. Саша Ширяев тут логично ответил. ФG5. Далее последовало CD4. GF6. Белые разменялись назад. GH4. Матвей Индбайло разменялся на поле C5. Так. HG7. HG3. CB6. DE3. Разменялись. HG5. То есть, черные не дают развивать белым фланг. Кроме того, обратите внимание, у белых застряли шашки E1 и B2. То есть, надо развиваться. Cd4. BC7. BC3. GH6. AB2. Вот в этой позиции у Саши Ширяева опять был выигрыш. Он разменялся. ED6. Конечно, совершенно неправильно. Но, похоже, время уже тут поджимало его. Он тут задумался. Тем не менее, у него был выигрыш. Надо было играть CB6. Теперь, как играть белым? Ну, если, допустим, они жертвуют шашку, как-то нападают, то просто DC7 и CD6. Ну, и позиция выигранная, конечно, легко. То есть, жертвовать нельзя. Приходится играть, ну, допустим, ED2. Тогда уже B5. Как играть? Ну, если размениваться, допустим, опять так же, то черные побеждают, допустим, тут ходом DC7. Теперь, как играть белым? То есть, черные грозят выиграть шашку. Такого хода нет. Надо играть DE5. Ну, теперь черные легко побеждают. Допустим, пойдут сюда, подождали, да? Ну, допустим, я не знаю, как-нибудь так. Разменяются назад. Ну, и шашка выигрывается. То есть, легко. Позиция выиграна, безусловно. Так, такая позиция. Вот в этой позиции, да, надо было играть, конечно, так. Не ED6, а CB6. Допустим, ED2, если, то B5. DE3. Разменялись. Ну, и позиция белых подвержена охвату. ЖФ4, АБ6, DE5, DC5, CD4 и АБ4. То есть, никаких шансов тут на ничью нет у белых. Такая позиция. Саша тут, конечно, да, грубо ошибся. Он, то есть, разменялся в этой позиции. Вместо хода CB6 он разменялся. Что последовало в партии. Матвей Нэтбайло сыграл тут GH2. Подготавливая размен, Саша Ширяев разбил фланг белых. ED2, CD6. Так, DE3, DC7. Ну, и обратите внимание, что у черных проблемы возникли. То есть, связки в пользу, так скажем, белых. То есть, как играть. Тут последовало так, так и вот так. То есть, Матвей Нэтбайло сюда бить бесполезно. Из-за такого маневра. Ну, и тут еще, конечно... Ну, ничейная позиция есть, конечно. Допустим, так, так. И присоска есть. Ну, хочется выиграть эту позицию за белых, конечно. Поэтому Матвей в этой позиции побил назад. Саша Ширяев пошел в этой позиции. D5, ED4. Ну, надо уже жертвовать шашку и прорваться в дамки. То есть, обратите внимание, у белых две лишние шашки. Матвей Нэтбайло возвращает одну шашку и идет в дамки. Черные так же идут в дамки. Матвей поставил дамку. Черные отошли. И повел вторую дамку. Так, GF2. А, прошу прощения, Dc5. Не давая кода GF2, надо играть GH2. Cd6 поставили дамку. Bc7. Так, черные сыграли тут на поле C5. И белые поставили вторую дамку. Саша Ширяев тут напал дамкой с поля B4. То есть, эти шашки, видите, если выбить шашку еще C1, предварительно срубив шашку C3, то у черных будут шансы на ничью. Тут Матвей Нэтбайло мог быстро выиграть кодом. Вот таким. Но он не заметил этого выигрыша. Пошел сюда. Саша Ширяев тут пожертвовал шашку. Побили. Ну и провел вот такой разменный вариант. Побили. Побили на 6. Матвей Нэтбайло занял большую дорогу. Саша Ширяев попытался еще провести шашку. А5 в дамке. Но после нападения и хода DC5 ему тут уже пришлось сдаться. Позиция легко выигранная. Белые проводят третью шашку в дамке, строят боевую позицию и легко выигрывают. Друзья, вот такие интересные партии произошли на первенстве России среди молодежи до 27 лет в молниеносной программе. То есть еще раз хочу сказать, что Саша Ширяев мог победить в обеих партиях. Но в первой партии он ошибся с выбором варианта. Ну и конечно такой вариант, честно говоря, если его не знаешь заранее, невозможно найти. Тут вопросов нет. Но во второй партии, конечно, у него на доске стоял выигрыш. Возможно не прочувствовал, возможно как-то поторопился. Или все-таки Матвей Недбайло более такой старший соперник, именитый соперник. То есть возможно, так сказать, дрогнул психологически и разменялся. И в итоге получил проигранное окончание. Не знаю. Скорее всего, конечно, психология сыграла. Друзья, оцените по достоинству мой труд. Если вам понравилось видео, то пожалуйста поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. До свидания. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok